Виталий Матюшин Виталий Матюшин Чем живут сегодня люди, не безучастные к проблемам других, и почему сегодня задача просвещать стала для них приоритетной? Организации донорства «Диалис Трансплантация» 5 лет. Итак, в эфире итоги недели. Говорим об актуальном. Один из главных государственных праздников – День Конституции – отметят завтра, 15 марта в Беларуси. Конституция – это гарантия свобод граждан, их прав на жизнь, труд, образование. Есть в Беларуси традиционный ритуал по случаю праздника. 14-летним юношам и девушкам в торжественной обстановке вручают паспорта. Подобные церемонии в минувшую неделю прошли в разных уголках страны с участием представителей вертикали власти Депутатского корпуса ветеранов войны. В Бресте состоялся целый цикл встреч. Всего в период с 10 по 15 марта свыше 900 ребят приняли участие в акции «Мы граждане Беларуси» и получили паспорта – первый главный взрослый документ в своей жизни. О мгновениях, которые запомнятся, если не на всю жизнь, то очень надолго в материале Виктории Нечаевой. Сразу два важных документа – паспорта гражданина и Конституцию Беларуси – на этой неделе получили школьники Брестской области. Отличников учебы пригласили в областной исполком. Еще до начала встречи стало понятно – эта церемония для молодежи будет особо торжественной, ведь она пройдет с участием самого губернатора Брестского края Анатолия Лиса. Юные беларусы смогли примерить на себя роль руководителей, пообщаться с главой области, сфотографироваться на память. Вполне возможно, что именно эти молодые люди рано или поздно придут на смену и возьмут бразды правления областью в свои руки. На вас, умных, талантливых, творческих, основная надежда. Вы – строители будущего. И то, каким ему быть, во многом зависит от каждого из вас, вашей активной гражданской позиции, желание приносить пользу своему государству. Их 25 – самых активных и талантливых 14-летних юношей и девушек. И сегодня они стали полноправными гражданами Беларуси. Это событие – не пустая формальность. Для каждого молодого человека получение паспорта стало праздничным и незабываемым событием, безусловно, немного волнительным. Паспорт для члена молодежного парламента Александры Тишковой как дневник – это лицо ученика. Я учусь на отлично с первого класса и по сегодняшний день, и очень горжусь этим. Я призер различных олимпиад, поэтому и имею такую честь представлять сегодня свой город здесь и получать паспорт. Вручение паспорта здесь является для меня очень важным событием, потому что это значит, это как похвала за мои успехи. Отличников учебы, победителей олимпиад, активистов, спортсменов пригласили и в Бреске городской исполком. Здесь не говорили штампами и клише, все максимально просто и душевно. Встречу провел зампред Вадим Кравчук. Он вспоминал, как в свое время сам получал первый паспорт. Сейчас можно получить паспорт, наверное, в любом возрасте, даже с момента рождения. Я в свое время получал паспорт, это было так очень символично, очень почетно и волнительно одновременно, потому что с вручением паспорта появляется новая ответственность, наверное, перед своим городом, перед своей страной и активной жизненной дальнейшей в своей позиции. Сначала вот такое неформальное общение. Говорили о многом, о развитии города, о своих творческих успехах, достижениях в учебе и высоких спортивных результатах. По сути, для ребят это тот самый звездный час, когда они могут рассказать о своих лучших качествах, о том, чего хотят добиться и какую пользу принести городу. Но подростки вели себя без лишнего хвастовства, скромно и по-простому. Занимаюсь пулевой стрельбой в первой школе, занимаюсь уже пять лет, скоро пойдет шестой. Получал грамоты за первое, второе и третье место и вот планирую дальше заниматься. Еще занимаюсь плаванием чисто для здоровья. А после настал долгожданный и яркий момент. Десять школьников, а это, к слову, целый зал, получили паспорта из рук первого заместителя, председателя гуросполкома Вадима Кравчука, председателя Брестского городского совета депутатов Николая Красовского, а также лидера горкома БРСМ Александра Зорина. Хочется пожелать им, чтобы они были на самом деле достойными гражданами нашей страны. Они просто получили паспорт, а еще понимали, что у них есть и новые возможности, но и, конечно же, у них появляется и новая ответственность. Да, слово «гражданин» звучит не только почетно, но и крайне ответственно. Понимает это молодежи Московского и Ленинского района города. Торжественная церемония вручения паспортов и билетов молодежной организации для ленинцев состоялась в музее Брестского филиала «Белпочты». Глава района Валентин Милошевский во время награждения волновался, кажется, не меньше ребят. Именно на территории истории Беларусь в 18 веке была принята первая конституция в Европе после Соединенных Штатов Америки. И люди жили уже как граждане по конституции, когда еще многие государства жили в федальном строе и имели крепостное право. Так что на сегодняшний день праздник это очень серьезный. Я чувствую гордость за свою страну, что также гордость за вот это мероприятие, что я была участником этого мероприятия. Мне очень приятно. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Александр Воронин, Эдуард Букунович и Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Побратимские связи Брестской области и в частности города Бреста расширяются. На этой неделе состоялась встреча делегации Брещины с руководством украинского города Львов. Белорусскую делегацию возглавили заместитель председателя Брестского облсполкома Геннадий Борисюк и председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, на встрече с городским головой Андреем Садовым руководители обсудили возможности экономического и культурного сотрудничества, а также опыт городов в переработке отходов и автоматизации оплаты проезда в общественном транспорте. Как отметил Александр Рогачук, между двумя городами очень много общего, и это хорошая основа для налаживания сотрудничества. Обсуждая возможности прихода украинских инвестиций в Брест, подчеркивалось, что город готов предоставить максимальные преференции львовским производителям и торговым сетям. Также обсуждался опыт Бреста в переработке отходов. Кроме того, стороны договорились разработать и подписать исполнительный протокол к соглашению между Львовской и Брестской областями, в котором положения соглашения наполнились бы реальным содержанием. Заметим, во Львове в эти дни проходил третий экспортный бизнес-форум. Брестская делегация пригласила представителей облгосадминистрации и облсовета на международный экономический форум в Бресте, который состоится в апреле, а также на третий форум регионов, запланированный на 1-2 октября этого года. А представители Республики Татарстан в Бресте уже не первый раз. На этой неделе представители делегации встретились с первым заместителем председателя Брестского горосполкома Вадимом Кравчуком. В центре внимания оказались вопросы патриотического воспитания молодежи и сохранения духовного и исторического наследия. Анастасия Ноздрин-Плотницкая продолжит тему. В центре внимания участников встречи стали темы, в рамках которых есть шанс получить дальнейшее тесное плодотворное сотрудничество. Конечно, один из приоритетных векторов экономика. Сегодня наш регион поставляет в Татарстан молочную продукцию, лакокрасочные товары, печь и водонагреватели. В свою очередь из российского региона в Брест приходят шины и покрышки, велосипеды, самокаты. Поводом укрепить позиции послужит общение в рамках международного форума, на который Вадим Кравчук пригласил представителей делегации. На экспорт мы отправляем такую продукцию, как молоко и молочные продукты, савушки на продуктах, также газовые плиты и печи электрические, гефест и газоаппараты, а также лаки и краски нашего предприятия Steam. В принципе, у нас сальдо положительное составляет 13 миллионов долларов США, поэтому в данном направлении будет работа продолжена. Но не только экономика стала центральной темой большой дискуссии. Брест и Пестреченский муниципальный район имеют общую историю и общих героев. Легендарный защитник Брестской крепости Петр Михайлович Гаврилов уроженец села Ольведино, ныне Пестреченского района. Здесь в его честь открыт музей памяти, а также проводится реконструкция обороны цитадели. Аналог той, что каждый год в ночь на 22 июня проходит в Брестской крепости. Реконструкция в таком формате для представителей республики Татарстан – тема новая, однако она может положить начало другим, не менее интересным инициативам. Уже в прошлом году была такая идея, что мы должны посетить обязательно место службы героического подвига и место захоронения нашего героя. Поэтому эту поездку мы планировали давно. Конечно, нам очень интересна взаимосвязь с мемориальным комплексом Брестской крепости Герой. Мы планируем продолжение взаимного сотрудничества и очень нам интересен какой-то молодежный обмин с целью показать нашим детям как раз место гибели и место службы нашего земляка Петра Михайловича Гаврилова. В рамках встречи ее участники пришли к мнению, что многие совместные вопросы будет возможность решить в рамках международного форума летом. Поэтому сейчас будет активно вестись проработка актуальных тем. Обсуждается вопрос участия брестских реконструкторов в памятных мероприятиях в Татарстане на родине Петра Гаврилова, что было бы знаменательно в год 75-летия Великой Победы. В эфире итоги недели мы продолжаем. Несоответствие товара с заявленному качеству, доставка позже срока, риск остаться вообще без покупки. Согласитесь, сегодня быть уверенным, что не купишь кота в мешке сложно. Всемирный день защиты прав потребителей отмечают ежегодно 15 марта. Скажем честно, среди наших телезрителей есть те, кто лично пострадал от недобросовестных продавцов. А поэтому для нас эта тема звучит актуально и остро. Следующий сюжет о том, как защищают потребительские права и законные интересы людей, и о том, где в Бресте помогут бесплатно на всех этапах. Материал Виктории Нечаевой. Брестское областное общественное объединение «Защита прав потребителей» находится в центре города, на улице Ленина. Ежемесячно сюда поступает до 500 звонков, и каждому человеку здесь оказывается безвозмездная юридическая помощь по вопросам защиты прав потребителей. Количество обращений в Брестское областное отделение «Защиты прав потребителей» удивит даже скептика. До 5,5 тысяч звонков получают ежегодно его специалисты. Брещанка Мария Ивановна из тех, кто попался на крючок недобросовестного индивидуального предпринимателя. О свежем ремонте в своем доме она говорит без особого восторга. Женщина наняла мастера для укладки паркетной доски. Работу выполнила в срок, только качество оставляет желать лучшего. Терпения уже не хватает, остались лишь переживания. Мария Ивановна по сей день не может успокоиться после сложившейся ситуации. Недоработок было сразу видно, но мы решили на это сильно не обращать внимания, как бы пойти на уступки человеку, что ну так получилось. А потом все оплатили, все потом, как выяснилось, прошло время. Вообще кошмар, что с этой доской. Чувствуется, что пустота. А потом, как еще посмотрели, они пошли лодкой. Паркет стал выгибаться. После попыток мирно урегулировать конфликт, Мария обратилась в суд. Специалисты защиты прав потребителей говорят, что суд женщина выиграет. Вернут деньги и за некачественную работу, и за моральный ущерб. Таких обращений сотни. Телефон в организации защиты прав в Бресте звонит практически без остановки. Здесь бесплатно консультируют, объясняют дальнейший правильный механизм действий, помогают отстоять свою правоту и вернуть деньги. Мы представляем на сегодняшний день безвозмездно, на бесплатной помощи. Единственная организация в городе Бресте, которая находится, которая может оказать на безвозмездной основе данные, помощь потребителю. Есть другая организация, она защитит прав потребителей. Но там членские взносы, первоначальный взнос там 70 рублей что-то составляет, и квартальный что-то 110 рублей. Соответственно, для пенсионера часто поступают звонки, что они не могут принести для себя такую нагрузку, что и членские взносы вот эти вот, и не могут себя защитить. И, соответственно, большой объем приходит к нам людей, которые мы защищаем на безвозмездной основе. Мы рассказали только одну историю. А сколько таких происходит в месяц, год? Сегодня, к сожалению, приобрести некачественный товар или заказать услугу с неприятными последствиями для себя – нередкость. Понятно, что уберечься от недобросовестного отношения по ту сторону кассы не всегда удастся. Чтобы не стать обманутым потребителем, специалисты советуют сначала хорошо все изучить, а уже потом платить. Стараемся объяснить в любой ситуации, есть ситуации разного характера, что может быть также нарушение правил эксплуатации. Ну, бывают такие случаи, что вы нарушили правила эксплуатации, но мы подскажем вам, как грамотно. Если вы нарушили, то чтобы минимум без последствий, потому что другая сторона, также защищена странами закона, она может нанять адвоката, может обратиться за юридическую помощью, соответственно, вы можете понести большие расходы по данному случаю, если вы столкнулись. Лучше обратиться к специалистам, а именно к нам. 50-70-70 – это номер телефона Брестского областного общественного объединения защита прав потребителей. Офис организации находится по адресу Ленина, 22. О других новостях. Более 760 женщин в нашей стране в 2019-м получили субсидии на открытие своего бизнеса. Эта информация была озвучена Министерством труда и социальной защиты по итогам прошлого года. Все больше представительниц прекрасной половины выражает желание развивать свое дело. И что отрадно, у многих это действительно получается. В целом, на субсидию для открытия своего дела могут претендовать и мужчины. Условия для оказания такого рода помощи одинаковые. Не меньше месяца человек должен быть официально безработным, а также иметь четко прописанный бизнес-план с раскладками сумм и вариантами извлечения прибыли. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Желание заняться бизнесом – тема не из простых. Однако, если у человека есть четкое видение и его перспектив, то такая миссия может быть ему по плечу. Об этом нам рассказали в Управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского горосполкома. Сегодня государство старается максимально поддержать такую инициативность белорусов. А потому в столице и регионах работают комплексные программы поддержки стартапов. Стоит отметить, что в бизнес сегодня стремятся попасть не только мужчины, но и женщины. По статистике, на них приходится большое количество зарегистрированных предприятий сферы услуг и быта. Хотя проценты выдачи субсидий на открытие своего дела приблизительно одинаков. Право имеют только одни граждане, у которых есть статус безработного. Виды деятельности, в принципе, они различные. Но основное – это, конечно, производство. Как правило, его все-таки тяжело открыть, такой вид деятельности. А возможно, конечно, это оказание услуг, чаще всего бытовых. То, что люди могут сделать своими руками. В прошлом году было предоставлено субсидии 53 гражданам. Из них получается 27 женщин, 26 мужчин. Здравствуйте, я приветствую вас в косметологии «Стрекоза». Мечта открыть свой косметический кабинет жила у Ольги Маталянец давно. Медик по образованию, она не раз задумывалась над тем, чтобы видоизменить профиль. Уволившись с работы, Ольга пришла в управление по труду, занятости и социальной защите, где ей рассказали об интересной возможности. Не использовать такой шанс было бы неправильно, уверена наша героиня. Я стала на учет как безработная, за это время окончила курсы индивидуальных предпринимателей, долгими вечерами писала бизнес-план и, в принципе, было совершенно все несложно получить эту субсидию. Но для того, чтобы открыться, в принципе, этих денег было достаточно. И все, и сейчас я искала, долго думала, куда мне податься, потому что в городе, в принципе, вообще много кабинетов косметологических. Но у нас на Березовке таких нет. Я решила, здесь меньше конкуренции, в приоритете будут люди района Березовки, Граевки. И все. И, в принципе, так вот все и пошло. Представить, что внутри этой огромной ростовой куклы хрупкая девушка достаточно сложно. Однако волевой характер и мечта привели Анну Фролову в бизнес. Девушке 23. Позади неоконченное высшее образование. Училась Анна в ветеринарной академии, однако со временем поняла, что это не ее. В ВУЗе девушка была активисткой, занималась организацией мероприятий. Во многом это и определило вид будущей деятельности. Сегодня она с удовольствием выступает на публике. Это, как правило, вечернее время и выходные. А по будням продает игрушки в своем небольшом павильоне. На самом деле в центре занятости очень... Ну вот если ты идешь за помощью, тебе помогут. Потому что там и открыли, то есть я не шла целенаправленно, вот именно вот сейчас я сделаю так. И там и открыли то, чем я хочу заниматься. То есть сначала мы посмотрели по работам, далее мне предложили вот уже поучаствовать в этом проекте, который это государство идет в поддержку предпринимателей. Праздник это уже, да, это моя жизнь. То есть этот магазин и оформление это просто жизнь уже. Примеры нашей героини не единичны. И это говорит лишь о том, что все кардинально поменять никогда не поздно. Когда есть для этого такие возможности. Это новости Бреста. События, люди, явления за неделю. Совсем недавно наши корреспонденты готовили материал о проведении ежегодного конкурса среди предприятий «Ленинский Олимп». Инициатива с 18-летней историей стала своеобразным брендом Ленинского района. Решили ее расширить. Уже с 2016 года проводится конкурс среди учреждений образования «Педагогический Олимп». В этом году в нем приняли участие 14 школ и гимназии, два учебно-педагогических комплекса «Детский сад, начальная школа» и 28 дошкольных учреждений. Накануне в администрации Ленинского района подвели итоги. Кто взошел на «Олимп» в этом году, расскажет Ирина Кузьмич. Учить и воспитывать – дело непростое. Оно требует недюжинного терпения, знаний и дисциплины от преподавателя. «Педагогический Олимп» – конкурс, которому коллективы всех учреждений образования Ленинского района города Бреста готовятся на протяжении года. Показать уровень знаний преподавательского состава, продемонстрировать успехи воспитанников и учителей, а также слаженность работы в коллективе – эти и многие другие задачи стоят перед конкурсантами. «Конкурс мы проводим по шести номинациям. Это качество образования, это доступность образовательной среды, методическая работа, здоровая школьная среда, кадры. Кадры определяют все. Поэтому в основу конкурса берутся показатели статистические, безусловно, потому что это будет без искажений, это будет объективно». Главная цель всех коллективов учреждений образования Ленинского района города Бреста – не только воспитание и обучение молодого поколения, но и создание всех необходимых условий для реализации творческого потенциала. Именно поэтому система общего среднего и дошкольного образования постоянно совершенствуется. По итогам анализа работы учреждений дошкольного образования за 2019 год показал, что звание лучших достоин коллектив «Яслий сад номер 20», а среди учреждений общего среднего образования бесспорным лидером является гимназия номер один. Несколько лет подряд они становятся победителями конкурса. А секрет вот в чем. «Главное – любить дело – это одно, но еще нужно любить и детей, с уважением относиться к родителям. И, конечно, большое значение имеет кадровый вопрос. Родители желают, чтобы кадровый состав научил детей, чтобы дальше по жизни детям было легко. И дети смогли поступить в учебные заведения, в которые они желают поступить. У нас огромное желание, чтобы наши ребята работали и учились, учились и работали в нашем государстве, потому что мы растим грамотных детей, грамотные кадры». Четверть века назад на карте Бреста появилась первая в городе гимназия, которая была открыта на базе средней школы номер один имени защитников Брестской крепости. Сегодня гимназия номер один – это 28 классов, в которых получают знания 762 ученика. Большинство из них с энтузиазмом принимают участие в Олимпиадах разного уровня, начиная от городских и заканчивая республиканскими. На счету гимназии за период прошлого года числится 122 диплома Республиканской Олимпиады по учебным предметам, а также первое место в районе по результатам централизованного тестирования. Гимназия номер один – абсолютный лидер в получении наград и дипломов, и на это есть свои причины. Наша гимназия на протяжении многих лет является лидером в системе образования Ленинского района. И я думаю, это в первую очередь связано с тем, что у нас очень стабильный коллектив учителей. Большинство учителей гимназии имеют высшую первую квалификационную категорию. На сегодняшний день у нас два учителя-методиста. Причем это люди, которые уже очень давно работают в гимназии. Каждый на своем месте делает все возможное и даже невозможное для того, чтобы наши дети получили хорошее знание, чтобы они были успешные. Гимназия номер один – бесспорно лидер, но каждый коллектив школ, гимназий, лицеев и детских садов достоин представлять свои успехи на таком конкурсе, как «Педагогический Олимп». Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ». Ровно пять лет назад в нашем городе появилось не совсем обычное, но очень важное и нужное просветительское учреждение. Люди, объединившиеся в одну большую команду, хотели помогать тем, кто оказался в трудной ситуации, кто переживал страшные мучения от диализа и ожидал пересадку органов, как шанс снова посмотреть на жизнь глазами счастливого человека. Учреждению донорства «Диалис трансплантация» пять лет. Зарегистрировано оно было 2 марта, а вот 15-го был принят его устав. Чем живут сегодня люди, не безучастные к проблемам других, и почему сегодня задача просвещать становится для них приоритетной, расскажем прямо сейчас. Зная предысторию, глядя сегодня на эти счастливые лица, понимаешь, почему они умеют по-настоящему радоваться. Жизнь многих из них была на волоске, однако желание не сдаваться, и следовать главному постулату, во что бы то ни стало жить, помогли им обрести силы и веру в себя. Все эти люди – представители социально-просветительского учреждения Международный центр донорства «Диалис трансплантация». Основная цель – поддержка людей до и после трансплантации. И, конечно, так как мы социально-просветительское учреждение, то есть идет и просветительская работа. Скажем, что такое диализм, что такое донорство, что такое рефлантация. Это не просто интересно, это очень важно. То есть, чтобы люди не оставались один на один с проблемами. И если у людей чуть ли не до паники, некоторые вопросы доводят, то здесь можно найти ответ и, по крайней мере, узнать, как люди с этим же боролись в аналогичной ситуации. Потому что, в принципе, у многих судьбы в плане здоровья очень похожи. Сегодня учреждение объединяет десятки неравнодушных людей по всей стране. Только в Бресте это порядка 25 человек. Кто-то нашел в себе силы и, справившись с проблемой, пришел помогать другим. А кто-то просто стал волонтером. Чтобы показать, что даже имея проблемы со здоровьем, нужно жить дальше. Андрей Ляпустин практически не видит. Однако свои активные позиции он подает отличный пример другим. В Ютубе очень много негативных роликов, в которых люди... Вот ты послушаешь этот ролик, и ты отлично понимаешь, что человек вообще не понимает, о чем он говорит. Он где-то там что-то услышал, и он передает там... То есть, когда мы что-то говорим, у человека в голове всплывают те мнения и те воспоминания, которые у него есть. Но зачастую это все не соответствует действительности. Поэтому мне кажется, что наша идея – донести людям и показать, что все-таки это нормально, это все законно. Представители социально-просветительского учреждения «Международный центр донорства «Диализ трансплантация» активны участники большого количества мероприятий, в том числе и спортивных. Особенным интересен футбол. Наш город уже не раз принимал международные соревнования, в которых участвуют и пациенты после трансплантации, и их доктора. И каждая минута радости становится на вес золота. Начинаешь ценить жизнь по-новому, по-особому. То есть, когда до болезни, ну, человек свободен, проснулся здоровый, побежал, какие могут быть проблемы. А вот когда со всех сторон начинаются какие-то проблемы, которые тебя, ну, даже не от твоей воли, а уже вот такая ситуация, когда давят на человека, и трудно становится жизнь. И когда после трансплантации ты получаешь опять свободу, ну, ты уже ею дорожишь, ты уже ценишь. И, ну, лично я про себя говорю, что мне сейчас времени в сутках мало, потому что хочется сделать как можно больше. Волонтеров и инициативных людей в учреждении Международный центр донорства диализ трансплантации ждут всегда. Здесь есть те, кто нуждается в добром слове и поддержке. А если есть желание помочь другим, но без огласки, то самым верным способом станет безвозмездная сдача крови. Ее компоненты нужны во время любого сложного хирургического вмешательства, в том числе и во время трансплантации. И, возможно, именно вы дадите шанс совершенно неизвестному вам человеку на другую жизнь. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. На этом у нас все. Нам, конечно, еще есть что рассказать, но дождемся следующего эфира. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 546367. А пока всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя.